И вуаля! Welcome, 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 дорогие друзья! Покумякал я немножко по пикзайму своему. У меня было предыдущее видео, в котором я всё сделал, но решил некоторые правки внести. Я сказал, что если я буду выносить правки, я обязательно запишу второе видео. Сразу же переходим к пикзайму. Что это такое? Это ссылочка будет у вас под видео, в комментариях. Это штука, которую Riot Games предлагает каждый год делать и зарабатывать очки. Когда вы зарабатываете очки, вы зарабатываете себе бесплатные скины, сундучки и всякую хрень от Riot Games. Если вы угадаете абсолютно всё и заработаете максимальное количество очков, вы получите от них какой-то суперприз. В прошлом году это был компьютер. У вас остался ещё один день, 19 часов. Я выяснил, что здесь можно выбрать другой язык, если вы не понимаете английский. Я конкретно сейчас залогинил, оказывается, под своим руссерверским аккаунтом. Но можно выбрать любой другой аккаунт, какой хотите. Ну и по-русски здесь тоже есть текст. Давайте я сразу перейду в лидеры. Это то, что здесь будет потом написано. Здесь можно будет сравнивать, кто больше очков, кто меньше очков заработает. В пиксах это то, что вы расставляете относительно киберспорта. Это ближе ко мне относится. И на данный момент у нас есть только плей-ин стадия. И я сказал, что команда Golden Guardian победит BDS. И пассажири вместе с командой Golden Guardian выйдут в следующий круг. И будут играть в финальной части чемпионата мира. Я это мнение не меняю. Так оно и остаётся. Покумекал, посмотрел. И действительно, я не вижу, как вьетнамским командам проскочить два вот этих коллектива. Пассажири талона выглядят намного сильнее. Ну а Golden Guardian выглядели сильнее BDS. И всегда Golden Guardian выглядели посильнее остальных команд. Так что, думаю, это у нас так и останется. Ну, либо это будет сенсация. Но вот Crystal Ball. Вот где я что хотел бы поменять. Зашёл я на старый сайт, в котором есть данные по прошлому Crystal Ball. Так как у нас, оказывается, в 2021 году Crystal Ball не выдавали райты. Они впервые появились в 2022. И можно здесь посравнивать, что же тогда произошло. И вот что у нас произошло. Первое голосование было, какой чемпион будет самый пикнутый на чемпионате мира. Ну, ладно. Первое голосование это, сколько будет реверс-випов, самый длинный матч, сколько будет пентакиллов, какой дракон будет убит больше всего, сколько раз будет украден барон. Там эти статистику вы тоже сможете увидеть. Но давайте сначала сюда пойдём. Какой чемпион будет пикнут больше всего? И оказалось, что в прошлом году победила Сайлос. Вторым победителем оказался Сиджуани и Азет. Тут разница в один пик. И чтобы вы понимали, имеется в виду именно чемпион, который прошёл все баны, добрался именно до пика. То есть нужен чемпион, которого люди не боятся и которого хотят брать. И честно, я не думаю, что Ксанте подходит под этот список. Дело в том, что Ксанте очень часто банят. И я бы поменял этот пик на либо Ренектона, либо того же самого Лесника, которого все будут пропускать, а именно Джарвана. Потому что я не думаю, что Джарван будет перма-пик-перма-бан, а Джарван уж слишком вариативный, чтобы его не брать. И вот здесь вы можете сами решать, что пикать. Но Ксанте, он будет реально популярен. Именно популярен. Но пикать его, наверное, будет всё же меньше, чем Ренектона. Ввиду того, что чемпион будет получать иногда баны. Следующее у нас было... Какой чемпион будет больше всего забанен? Ренектона в прошлом году выиграла Кейтлин, на втором месте оказалась Юми, и только потом Атрокс. Вот такая вот история. И здесь я отдал... Не, это, кстати, здесь я неправильно. Сюда надо отдать голос. Я неправильно посмотрел. Вот, вот здесь баны. Это пикать чемпион, да. Вот это надо поменять. У меня Азир здесь стоял. Ренектона. Ренектона сюда, да. А это, это чемпион, который больше всего позиции сыграет. Ну, мы сейчас этого закинем тоже, не волнуйтесь. На это не обращайте внимания. Вот, Ренектон здесь. Я поставил Зерри, и честно, я думаю, Зерри я убирать не буду. И честно, я думаю, Зерри я убирать не буду. Так мы ее там и оставим, потому что ее реально будут банить очень часто. Она дико сильная на этом чемпионате мира. Получилась, и команда просто не захотят играть с ней. Скорее всего, она будет здесь чаще всего. Какой чемпион будет получать больше всего смертей? Давайте посмотрим, где показать побольше всего смертей. Какой чемпион больше всего раз умер? Сиджуани, Мукай и Атрокс. Атрокс, потому что был самым популярным одним из. Вот, он 79 банов и сколько раз прошел. А так это Лесники. И я думаю, Джарвана здесь вполне можно оставить. Он будет реально очень часто умирать. Теперь давайте вернемся чуть назад. Вот, different roles. Я ошибся. Оказывается, Серафина в прошлом году мне принесла максимальное количество очков. Ее взяли на три разные позиции. Я на нее тогда отдавал голос, и она взяла на трех разных позициях себе винрейтик. Мукай был тоже. Он игрался на роли саппорта, игрался на роли топ-лейнера и на роли Лесника. И, соответственно, он тоже принес людям в прошлом году наибольшее количество очков. Алотов Азерс, да. 10 очков. Это тот, кто будет сыграть на один раз. Вы можете за любого чемпиона проголосовать. Будет 10 очков у вас. И вот это самое сложное, потому что надо угадать теперь снова чемпиона. И честно, честно, я исхожу из того, что в прошлом году вот эти чемпионы выиграли. И давайте будем банально Мукай снова голосовать. Почему Мукай, а не Серафину? Дело в том, что Серафина получила несколько нерфов. Из-за этих нерфов ей очень стало тяжело стоять на мидлейне. Она все еще может там стоять. Но если в прошлом году это был чуть ли не основной ее костяк, стояние. И единственное, где я ее боялся не увидеть, это на роли саппорта. То в этом году я как раз и ожидаю ее увидеть на роли Адекерри, на роли саппорта. Но вот на роли мидлейнера крайне редко. Поэтому я отдам Мукай, потому что Мукай все еще в мете. Мукай играют европейцы на роли саппорта. И иногда квесты какие-то делают. Единственная позиция, на которую он, скорее всего, может не попасть, это на роль туплейнера. Но даже здесь может оказаться фишка, что Сена может сыграть на роли саппорта, а Мукай будет на роли Адекерри. И это может сработать. Какой чемпион будет иметь наивысший винрейт? Я проголосовал за Алистара. Здесь. Против Рэл. Но давайте посмотрим, какой был показатель в прошлом году. Самый высокий винрейт оказался у Йона, Юми и Северки. И это реально парадокс, потому что, ну, их, я думаю, не угадал просто никто. Мы-то вчера, когда я записывал предыдущее видео, не вчера, там три дня назад было, кувыркались, кувыркались. Я так и не понял, какой чемпион был самый этот. Но Йона, Юми и Север. Честно, честно, я бы, возможно, что-то вот из этого попытался снова выбрать. Но это явно будет неясово. Юми, да? Отдать голос за Юми. Пять игр. Сыграется ли Юми пять игр на чемпионате? Юми Зери. Связка имеется. Юми получила баф прямо перед чемпионатом мира. Наверное, все же нет. Сайлос пишет в чате. Сайлос из-за Орна и потенциального Малфита, которых будет пикать. Потому что Сайлос их жесткий контрпик. Сайлос будет часто играть и против Азира. И это будет не как контрпик, а просто постоянный Сайлос. И винрейт нужно видеть, какой выбивать. Нужно винрейт стремительный к 90%. То есть за шесть игр одно только поражение. Мне кажется, это реально очень тяжелый такой выбор. И попасть в него... Знаете, что я бы проголосовал? Вместо Алистара. Мне не нравится Алистар. Просто здесь он вообще мимо. Я бы проголосовал за твист от фейта. На твист от фейте будет играть не так много людей. Сейчас есть баг в игре с твист от фейтом. Он на чемпионате мира будет, этот баг. Его райты не будут отключать. Они уже про это сказали. И есть большая доля вероятности, что за него сыграет. Но опять же, все знают, как этот баг работает. Все знают, как его абьюзить, этот баг. И могут наказывать из твист от фейта за использование этого бага. И, соответственно, он может не сработать. Поэтому... Брайер... Не, Брайер нельзя. Брайер нельзя, потому что она не будет играться на этом чемпионате мира. Это Клестая Шен еще есть. Такой, знаете, стабильный чемпион. Его пикнут, винрейт себе получит. Может и правда Северку проголосовать, ребят? Север. Прошлый чемпионат мира. Много банов было. А, много банов у нее было. Чисто не знаю. Это тут пальцем в небо. Я всех поменял, как вы видите. Но такое. Следующее, что у нас было. У кого будет наивысшая КДА? И тут меня осенило, ребят. Я в прошлом году, когда расставлял наивысшая КДА, где тут по плеерам. Вот по плеерам. Исходил из того, что высшая КДА будет у медлайнеров. И забыл про то, что высшая КДА будет у Адекери. И у меня здесь сейчас ХУ получит высшая КДА. У меня вообще почему-то голос не оставлен. Ну, придется сейчас вместе искать. Нам нужен Адекери, ребят. Нужен Адекери, который не будет умирать. Стиксей, с командой Голден Гардиан. Огромное количество игр. Вряд ли он удержится. БДСы. И вот БДСы, это, конечно, интересно. А почему я не могу проголосовать за всех? Почему у меня весь список игроков не выставляет? Результ not found. Так, надо, видимо, страничку обновить. Сейчас я обновлю страничку. У меня почему-то всех игроков не показывает. А, вот, все. Вот теперь показывает. Руллер предлагает люди из команды JD Gaming. Руллер любит умирать. В прошлом году у нас на первом месте оказался апсет. Именно потому, что его команда недалеко дошла. Но там, где она играла, она получила себе хороший КДА на этом игроке. И все. У нас был Найт, который тоже получил. У нас был Керри, который оказалось, что вообще третье место занял по КДА. А он-то до финала добрался. Это тоже немножко пальцем в небо. И здесь вот как раз говорят, что фанатик Рюкс, который заменял апсета первых, по-моему, трех играх. У него была КДА-22. Но из-за того, что он мало игр провел, это не учитывалось. И еще здесь было написано, что всего одну игру провел Пик Лянг. Он 8 КДА себе получил. Его тоже не учитывали, потому что он только одну игру провел. То есть замены не считаются. Руллер, да? Руллер. Руллер. Берсерк нет, вряд ли. Берсерк агрессивный. Вообще, команда Клоднойн играет агрессивно. Вряд ли у них это будет. Дефт. Честно? Я бы вот сюда отдал голос. Мне просто кажется, что команда там-вон. Не сможет пройти далеко. Дефт будет играть от защиты. Плеймейкерами будет его саппорт, мидлейнер, топлейнер, даже лесник каньон. Но он свое КДА сохранит. Я бы отдал сюда голос. Следующее у нас. Какой игрок сыграл наибольшее количество чемпионов? И ЕДЖЕ ВУЛКАН с МИНГом по 11 сыграли. А БЕРИЛ, который шел прямо от самого низа, он сыграл 13 разных чемпионов. Я на данный момент проголосовал за Керри. Керри был в прошлом году здесь в списке? Керри был в списке в прошлом году. И теперь вопрос. Может ли его перегнать кто-то из команды Golden Guardian по количеству сыгранных этих матчей? Можно просто ГГ ввести и мы получим команду Golden Guardian? Да, можно. Кто у нас? Хухи? Хухи не будет рандомных саппортов брать. Да, тогда про него забыли. Может ли кто-то из команды PSG это сделать? У PSG Вуди саппорт. Мэйпл может вообще не сыграть. Потому что Ханк Су будет играть. Нет, вряд ли. У PSG тоже вряд ли кто-то что-то это может сделать. Просто БЕРИЛ, я вам напомню, в прошлом чемпионате мира команда DragonX начиналась с плей-ин стадии. То есть оттуда, откуда сегодня стартует команда Golden Guardian. И поэтому он так много игр сыграл. И у них еще было огромное количество Best of 5, которые закончились 3-2. И я думаю, керри надо оставлять это имя. Вот как я поставил, так и надо оставлять. Здесь мы не меняем. Кто сделает наибольшее количество киллов в одной игре? Тут был такой показатель. Сейчас посмотрим. Наибольшее количество киллов в одной игре. Скорет Ферст Блад. Вот, Most Kills in One Game. Команда Mad Lions сделала 14 киллов. Команда Сайгонский и Буффало. Щегун установил рекорд своей страны и сделал 16 киллов в одной игре. Это все было в плей-ин стадии. Как видите, это два коллектива из плей-ин стадии. А здесь по 12 киллов не из плей-ин стадии. И я отдал голос Канави, рассчитывая, что он может сделать. Но потом подумал и осознал, что и вправду Канави вряд ли сможет сделать 16 киллов. Надо искать команды из плей-ин стадии. И мы отправляемся опять же сюда. Пассажир и Golden Guardian. Кто у Golden Guardian наносит кучу дэмэджа? Чаще всего это Stixey. У Golden Guardian, если они проходят БДС, то они точно участвуют вот в этом месиве, которое там будет происходить. Но надо смотреть еще соперников. Дайте быстренько открою. Надо еще смотреть соперников в плей-ин стадии. И искать более слабого соперника. Более слабые соперники это команда Rainbow Seven и Laude. Это значит команда PSG, либо Gigabit Marines. Вот кто, скорее всего, будет делать кучу киллов в той серии. У PSG... У PSG мы хрен знаем, кто из них сильный. Джуджао? Джинджао. А если они его не выпустят? Вака. Проще, значит, пойти к команде Gigabit Marines, да? Вот они, гаммы. И у гаммов получается... От Декери слайдер. Что-то мне тоже он не особо нравится. Не выглядит он как убийца, ребят. Посмотрите, какой он пассивный. К PSG вернуться и отдать все их леснику. Лесник может просто пойти в танка и все. Вака. Вака много киллов делал. В прошлом году он, кстати, вроде даже был здесь по списку. Где-то неподалеку. Возможно, он 11 киллов сделал Вака. Тяжко, тяжко. Знаете, что я еще проверю? Что я еще проверю, ребят, с вами? Я хочу посмотреть демидж рекап команды на ее собственном чемпионате. Мне нужно матч-history, значит. И отправиться... Ну, хотя бы в плей-офф. Хотя бы по плей-оффу демидж рекап команды. Плей-статс только. Плей-статс. И мне интересует демидж... Не, вот это вот было, по-моему. Вот это показатель. А, нет, это пока... КС, вот показатель. Что мы тут имеем? Мы имеем как раз-таки Вака. Но он всего лишь 25% урона команды наносит. 24, 24, да. Не выглядит он как убийцей. Сейчас то же самое сделано с командой Гигабит Маринс. Перепроверим, потому что... Здесь, я думаю, можно аналитически угадать этот показатель. Аналитически его можно угадать. Сёгун на первом месте. Но команда не попала на чемпионат мира. И вот Сёгун в прошлом году 16 киллов и сделал. Команда работает на него. Команда Гигабит Маринс 38% отдала своему Адыкерри. Урона 38%. Слушайте, а это звучит как... Похоже. Похожий ответ. Вместо Сёгуна... Слушайте, если я это угадаю, я буду себя уважать просто как не знаю что. Я рискну просто ради селф-уважения. Я отдаю команде Гигабит Маринс наибольшее количество киллов в одной игре. Просто потому, что они играют против слабой команды Best of 3. И будут два раза играть против слабой команды. И даже если они не пройдут дальше, у них будет время заработать себе киллы. Кто сделает наибольшее количество First Blood? Вот показатели. DragonX, King Gen. Напоминаю, что DragonX отыграли наибольшее количество игр. Но дальше идёт Канави, Пенат. Вот те ребята, на которых я отдавал голоса в прошлый раз. Так оно и есть. Вот Канави висит. Кто сделает хотя бы один пентакилл? В прошлом году это был Фанатик Апсет и Сёгун. Всего два пентакила было в прошлом году. Я отдал рулеру здесь голос. Думаю, я так и оставлю. Не буду менять рулер. Пусть и будет. Здесь команды, которые пройдут. Это будет ПСЖ Талон. Дальше всех. Да, потому что Гигабит Маринсов я выкинул раньше. Кто станет чемпионом мира? Т1. Команда с наибольшим количеством... Сыгранных чемпионов. В прошлом году это оказалась команда Драгон Икс. Они шли с плей-ин стадии. И Валджинисы были на втором месте. Они шли с плей-ин стадии. А вот Джинджи не шли с плей-ин стадии. И оказались здесь. И знаете что? Я вдруг решил здесь поменять голос тоже на Джинджи. Дело в том, что у команды Джинджи состав с тех пор не поменялся. А даже усилился. У них только АД Керри поменялся. И АДшник стал более вариативный. Как вы знаете. Теперь у них там рулер отсутствует. И теперь у них там все зашибись. И мне кажется, здесь это хорошая для них вариативность появляется. Че тут? Какая команда украдет больше всего баронов? Я сказал Джинджи чисто из-за пината. Сейчас посмотрим, что у нас здесь было. Дюрейшины, пентакилы. Вот бароны. Всего было 9 баронов украдено. И больше всего это сделал, как ни странно, Гумаюши. Ну и соответственно команда оказалась Т1 в прошлом году. Парадокс, но это так. Оставлять ли Джинджи? Давайте я поставлю Т1. Мы в одном месте поменяли Т1 на Джинджи. Давайте во втором месте поменяем тоже их местами. Вот и все. Ну и возвращаемся к верхней теперь табличке. Баронов 9. В прошлом году было 9. Хотя это была самая засушливая игра по количеству украденных баронов. Я думаю 9 я и оставлю. Самая длинная игра была в прошлом году 46 минут 11 секунд. Я ошибся с таймером. Я вам сказал, что была игра не попадающая в этот таймер. Но я думаю в этом году игры еще быстрее будут идти. Так что я оставлю все же здесь показатель. 44.59. Самое большое убитое количество драконов было океанических. Ну и здесь я по крайней мере все помнил. Поэтому оставил показатель. Сколько барон стилов будет? 9. Это я тоже проголосовал. Сколько реверсвипов будет? Кстати. Сколько реверсвипов было в прошлом году? Реверсвип. Пентакил. Один реверсвип был. Драгон Икс и победили Эдвард Гейминг. Я сказал, что было очень мало. Поэтому проголосовал за 2. Надеюсь, что в этом году будет побольше. Давайте 2 оставим. Ну и сколько было пентакилов? 2. И в прошлом году тоже было 2. То есть этот показатель тоже не меняем. И все получается. Мы за все проголосовали, ребят. Изменения. Можете делать новые. Можете не делать. Вы видели мою предыдущую версию. Я решил сейчас произвести изменения, опираясь на статистику прошлого чемпионата. И больше всего вопросов у меня все еще остаются по вот этим трем показателям. Какой чемпион будет чаще всего пикнут? Какой чемпион будет чаще всего забанен? Какой чемпион будет иметь самый высокий винрейт? Потому что... Ну это пальцем в небо. Дело в том, что Сайлос не был самым запикнутым чемпионом. Сайлос был тем чемпионом, который чаще всего прошел бановую фазу. На него баны как раз таки не тратили. И его поэтому забирали. То есть потому что... Ай, все равно делать нечего. Покажи еще раз. Я ссылочку скину. Она будет прямая. И там вы сможете все мои данные увидеть. Так что вот. Share your picks. Будет вот такая ссылочка. Значит скину тебе туда. И она будет снизу под видео тоже выложена. Вот и все, ребят. Решайте менять вам что-то здесь или нет. Это уже на вашей совести. Пока-пока.